Вы в курсе, что два года назад в Сочи стартовал проект «Активное долголетие»? Его задача – помочь людям старшего поколения обрести новые возможности сохранения здоровья, а значит и продления жизни. Реализация проекта успешно идет вперед по всем направлениям – спортивно-оздоровительным, культурно-развлекательным, интеллектуально-образовательным. Различные акции, занятия и мероприятия проходят в Сочи повсеместно. На спортплощадках, в домах культуры, в библиотеках и музеях и даже в здании городского собрания Сочи здесь работает Совет ветеранов. Но самое главное – активное долголетие в зоне внимания всего сочинского здравоохранения. А наряду с городской администрацией, в числе разработчиков проекта и Центр медицинской профилактики города Сочи. Наш Центр медицинской профилактики – это государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краснодарского края. Естественно, мы подчиняемся Министерству здравоохранения Краснодарского края. Оно нас направляет, присылает нам методические рекомендации, следит за нашей деятельностью. И полностью мы подчиняемся во всем министерству. А наша организация занимается формированием здорового образа жизни и профилактикой неинфекционных заболеваний. В нашем учреждении множество бесплатных услуг для населения, для формирования их здорового образа жизни, информации о здоровье и медицине, формирования положительного представления о медицине Краснодарского края. Проект «Активное долголетие» был утвержден на уровне города Сочи в 2017 году управлением здравоохранения города Сочи на тот момент. В него были включены много модулей, различных программ и активности для жителей города Сочи. Для того, чтобы выполнить амбициозную задачу Министерства здравоохранения Российской Федерации увеличить продолжительность жизни людей более 85 лет. Вот такой вызов получило наше здравоохранение. В нашем центре есть три блока программы «Активное долголетие». Этот блок находится один в центральной библиотеке города Сочи и в ее филиалах. Там проводятся различные лекции нашими врачами и сотрудниками нашего центра медицинской профилактики. Второй блок – это лечебная гимнастика. Проводятся как в кабинете лечебной гимнастики, так и периодически на улице в виде акций. И третий блок – это «10 тысяч шагов к жизни». Акция совместная с администрацией города Сочи. Каждую пятницу в 17.00 мы гуляем по городу Сочи. Совместная прогулка с медиками города. А кто гуляет с медиками города совместно? Вообще могут пойти все желающие. Об этом все время информация идет и в прессе, и на радио, и у нас на сайте, и в инстаграме. В различных соцсетях есть информация о том, что прогулка будет и во сколько она будет. Все желающие могут подойти и поучаствовать. Вообще она нацелена, конечно, на всех жителей города Сочи, в том числе и на людей старше 50 лет для поддержания здоровья и активного образа жизни. Вы как медики довольны результатами? Ну вообще я сама часто очень хожу на эту акцию. Вижу своих пациентов и тех, кто ходит к нам на лекции в библиотеке. Люди некоторые не ходили, потом они потихоньку начали ходить. И кто в возрасте, они часто боятся, не выдерживают, думают, мы не пройдем, потому что это 5-6 километров примерно. В течение часа мы идем. И побаивались сначала, потом начали потихоньку ходить. То есть они с нами начинают, потом где-то по дороге терялись. Сейчас я уже смотрю, что многие доходят до конца. То есть результат у них есть, это уже радует. Добавляем к 10 тысячам шагов еще и фитнес, и утреннюю гимнастику, потому что без этого нет, день у нас не начинается. И шагают активно вместе представители всех поколений. Отлично. Спасибо, что разбудили в такое хорошее утро. Солнечное. И тут не важно, сколько шагов удалось сделать. Все 10 тысяч или меньше, а может и больше. Куда важнее другое. Мы очень рады, довольны. Столько позитива, особенно после разминки, мы прямо летим на крыльях. Так что все классно. Поклонников и активистов у этой акции уже немало. А медики, в свою очередь, отмечают, что желающих послушать их лекции тоже становится больше. Каждый четверг в 14.00 у нас проходят лекции, занятия, тренинги даже для участников программы. И эти тренинги и лекции проводят врачи и сотрудники Центра медицинской профилактики города Сочи. Также приглашенные гости могут быть из других медицинских учреждений наших, сочинских. На различные темы. В основном это лечебно-профилактические темы. Как вести здоровый образ жизни, как ухаживать за собой, как следить за здоровьем. Очень много лекций провожу я, как медицинский психолог. Много очень знаний даю по психосоматике, по возникновению психосоматики. И также по профилактике заболеваний с помощью работы именно психологической над собой. А какой отклик эти лекции находят в сердцах и душах ваших слушателей? Ну, участники очень довольны. Приводят своих родственников, приводят своих друзей на эти занятия. Также у нас ходят не только люди после 50. Кому нравится, приходят и молодые тоже. Кому интересно, да. У нас есть чаты, где проходят в WhatsApp, в том числе чат, где проводятся объявления, когда что будет, какая тема. И тематически уже приходят люди, кому что надо. Теперь давайте поговорим о лечебной гимнастике. Лечебная гимнастика у нас проводится в Центре спортивной медицины. Это наш отдел Центра медицинской профилактики. Центр спортивной медицины находится на Абрикосовой, 21А. И там наш инструктор, специалист проводит занятия по лечебной гимнастике. Проводятся наборы групп два раза в неделю. И в течение часа идут занятия. Возраст участников? От 50 лет. Ну, занятия бесплатные? Да, бесплатные. Программа носит название «Активное долголетие». А как таковое активное долголетие, что это? Активное долголетие – это направление для того, чтобы люди были в любом возрасте активны, не только в молодом возрасте. Чтобы люди после 50 понимали, что жизнь не останавливается, что можно абсолютно так же жить интересно, что можно общаться, что можно не сидеть дома, а быть в обществе, иметь много друзей и получать много полезной информации, учиться новому. Ну, вот вы как специалист, который непосредственно работает с этим, вы можете сказать, что она уже приносит свои результаты? Вы довольны их? Конечно, я могу сказать, что я вижу эти результаты постоянно, потому что я этих людей знаю уже давно, которые ходят к нам. И я вижу их результаты. Они мне говорят, рассказывают сами о своих результатах. Ну, и чтобы вы пожелали всем, кто вас слышит? Я бы пожелала, чтобы все приходили на наши занятия в библиотеку в четверг по 2 часа на Чайковского, 4. Каждую неделю у нас проводятся занятия лекционные по программе «Активное долголетие». Также, чтобы записывались на лечебную гимнастику к нам. И приходили бы на прогулки в 17.00 по адресу Курортный проспект 37. Около этого здания мы собираемся каждую пятницу в 17.00. Всех ждем. А вот не могу не спросить вас, а вам интересно работать с пожилыми сочинцами? Когда видишь результат, всегда интересно работать. А мы подчеркнем, что рамками проекта «Активное долголетие» не ограничивается работа Сочинского центра медицинской профилактики. Здесь ждут всех и каждого, кто заботится о своем здоровье, в том числе и желающих бросить курить. Вам здесь постараются помочь. Доктор Лепихов занимается этим уже более 30 лет. А что такое «Активное долголетие» знает не понаслышке. Ему 85. Но Александр Степанович продолжает работать. Желания и сил хватает. В том числе и потому, что сам доктор… Сам я действительно никогда не курил. И это можно благодаря этому. Так вот я активно шел по жизни. Активно занимался физкультурой. И двигательный режим соблюдая. И в то же время я очень аккуратно относился к питанию. Я врач-терапевт. Ну, в процессе работы меня заинтересовало. Я подготовил и защитил диссертацию. Вот именно по этой теме? Нет, не по этой. По терапии. По терапии. У меня диссертат в терапии. Вот. Ну, потом я заинтересовался физиотерапией. Так. Вот. И прошел специализацию по физиотерапии. Заинтересовался лечением курения. Первый мой пациент был в 1984 году. У меня несколько таких карточек. 1984 года. Так. Вот эти карточки. Вот. А вообще осталось заниматься… Я познакомился с удивительным человеком. Вот. Умай Рыч Портнов. Так. Он как раз у нас здесь специалист своего диссертанта. В институте курортной физиотерапии. Так. Вот. И он у нас в России является основным, так, специалистом по электропунктуре. Вот. Я заинтересовался. Потому что, в общем-то, электропунктурой можно проводить лечение в любых условиях. А вот что это такое и как можно и нужно отказаться от сигареты мы расскажем в одной из наших программ. А еще более подробно введем вас в курс медицинского дела Центра профилактики в целом. А пока лишь напомним, что перечень услуг здесь достаточно широк. Также у нас проходит в отделении Центра здоровья бесплатное обследование. Это экспресс-обследование уровня глюкозы и холестерина в крови, возраст легких, возраст сосудов, консультация врача, терапевта и педиатра по возрасту. Телефон для записи у нас 253-01-96. С паспортом и медицинским полюсом можно пройти это обследование. После можно получить профилактическое консультирование. И рекомендация направляется пациент в школу здоровья, соответствующая тому, что его беспокоит. Какой риск у него есть возникновения определенного заболевания. Также есть кабинет здорового питания и для детей, и для взрослых, где рассказывается о здоровом питании, о правильном питании и любые интересующие вопросы о этой сфере. А скажите, а кто может пройти экспресс-овследование по паспорту и полюсу? Все желающие, независимо от возраста? Любой желающий, независимо от возраста. А иногородние? Иногородние тоже могут пройти. Главное, медицинский полюс. А бесплатные беседы в кабинете отказа от курения и в различных школах здоровья, и в активном долголетии, не зависят от полюса. Это тоже бесплатная абсолютная услуга. А сейчас мы приглашаем вас в кинотеатр Аэлита. Нет, не на просмотр фильма, на оздоровительный сеанс. Начинается он в 9 утра, длится час. И собирает представительниц слабого пола серебряного возраста. Хотя, никакие они не слабые, а очень даже сильные духом. А еще стремлением и умением каждый день и каждую минуту радоваться жизни. Они не потерялись в ней после выхода на пенсию и не собираются сдаваться годам и недугам. Потому и объединило их здоровье. Именно так называется эта необычная спортивная группа. А какие они ваши подопечные? Наши подопечные – это наши сочинцы, пенсионеры, которые пришли сюда добровольно, потому что ищут, где бы позаниматься зарядкой, где бы поднять свой тонус интеллект. Кстати, у нас тут все такие интеллектуалы, все делятся своими рецептами, знаниями. У нас как клуб. Не просто вот приходим, а как клуб. Вот эта группа «Здоровье», а я даже не знаю, сколько она существует, потому что я в нее пришла 30 лет назад, даже больше. Я была еще не пенсионеркой, меня сюда затащили, я по глупости упиралась, не хотела, потому что была экскурсоводом, уставала на своих маршрутах, у меня 30 маршрутов в Сочи. И я, в конце концов, сюда попала и очень рада, что вот сюда меня привела судьба. Вела эту группу главврач санатория «Золотой колос», Лидия Францевна ее звали. Эта группа как раз делала такую зарядку для пенсионеров. И мы замечательно занимались, пока нас оттуда не попросили, шла реконструкция «Золотого колоса», санатория, и мы остались без зала. Вот тут-то мы хлебнули по полной программе, потому что в Сочи арендовать спортивный зал оказалось просто невозможно пенсионерам. Очень дорого. С нашими мизерными пенсиями это, конечно, было просто фантастикой. И совершенно случайно мы пришли в «Элиту», мы даже не знали, что тут есть спортивный зал, и спросили там балетный зал, а можно мы позанимаемся? И вдруг директор «Элиты» Тамара Ивановна говорит, да, конечно, можно. Приходите, занимайтесь. А сколько будет это стоить? Да ничего не будет стоить. Занимайтесь, пожалуйста. Я вот такой большой души человека встретила и до сих пор восторгаюсь. Она участвует буквально во всех, по-моему, благотворительных организациях. Такая умница. И вот с тех пор я веду здесь зарядку, 15 лет уже. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Медленно ручкой опустили. Вот так, под неспешный, размеренный счет и растут активно и смело бодрость духа и тела. Да, это замечательно. Я благодарна двум человекам. Во-первых, Тамаре Ивановне, что она предоставила. Во-вторых, Людмиле Александровне, которая с нами ласковая, доброжелательная, которая несет нам радость. И благодаря ей мы сроднились, как единая семья. И с удовольствием занимаемся. Тем более она разнообразит упражнения. Она не стоит на одном месте. Она разнообразит. И это нам дает здоровье. Комплекс упражнений составлен с учетом возрастных особенностей. Без тяжелых нагрузок до седьмого пота. Тут это ни к чему. А где вы черпаете свои знания для того, чтобы передавать их здесь? Ну, мало того, что у меня огромный опыт самой. Конечно, знания в основном оттуда идут, потому что там такие замечательные были у нас тренеры в те далекие времена. А потом накупила книг. Очень много у меня книг по Стрельникову, Бубновского. У нас интернет сейчас в работе. Там для пожилых людей столько упражнений. Сейчас бери, не хочу. Все есть. Ну, а в основном у нас получается, что полгода мы занимаемся на пляже. И, конечно, плаваем, потому что мы делаем зарядку в пансионат «Эдем». Его директор Резмавлаевич идет нам на встречу много лет. Тоже мне хочется это отметить. У него уважение к пожилым людям, как у всех кавказцев, кстати. И он очень ценится. Он говорит, это богоугодное дело взять вас. Вот как он выражается. И мы там, конечно, тише воды, ниже травы, но зато мы там занимаемся у моря. Потом мы плаваем. На бунах лестницы. Все плавчихи. Вы не представляете, насколько они задерживают дыхание, когда мы делаем зарядку по бутейкам, где надо задержать дыхание. Благодаря плаванию. Ручки ровные. Начали. Молодцы. Опустенники. И вдох, и выдох. Когда вы работали экскурсоводом, могли вы себе представить, что уже в зрелом возрасте будете заниматься вот этим? Не могла представить, что я могла заниматься, тем более вести вот эту зарядку, потому что, во-первых, была загружена. Во-вторых, росли дети, школьники. Глаз на глаз за ними. Ну, урывками бегала на эту зарядку. Очень завидовала тренерам, которые вели. Оказалось, что это даже здорово. Если бы я не была тренером, я бы лентяйка сидела дома частично. А тут приходится приходить. И я этому рада, потому что я по себе знаю, что недавно один врач сказал, да вы живете только благодаря вот этой поддержке зарядки. У вас столько всяких там пакостей в организме, о которых я вообще запрещаю всем говорить. Мы о болезнях здесь не говорим. Мы все плохое оставляем вот там, за порогом. И сюда приходим с ясным лучистым взором, с хорошим настроением, с улыбкой. У нас запрещено повышенный тон применять. Только мы доброжелательно, чтобы была атмосфера. Атмосфера здесь домашняя, радостная и теплая. Такая, что поет душа. Она ведь, как и прежде, молода. А песенные паузы разрядки – элемент зарядки. На теплоходе музыка играет, А я одна стою на берегу, Машу рукой, а сердце замирает. И ничего поделать не могу. Ча-ча-ча. И вдох, и выдох. А что такое молодость души? О, молодость души – это радость, это счастье, это любовь, это вера в то, что ты молодой. Молодость души – это неугасаемое желание жить, любить и радоваться. Ну, я так думаю, что ваши девочки полны этого. Девочки. Именно так они иначе называют, а не себя. И ничего, что за плечами уже целая жизнь. Многие стали бабушками, имеют внуков. У Зои Дмитрины, к примеру, их двое. Но… Я никогда не считала себя бабушкой. Я не люблю это слово. Я не люблю пожилой. И когда у нас праздник пожилого человека, я бы заменила праздник мудрого человека. Ой, какое мудрое пожелание. Мудрое. Я не люблю эти слова. Я даже в стихах убираю старость. Слово – старость. Мы не будем говорить о старости. Ее нет, этой старости. Мы молоды. Вот что такое молод душой. А самое главное – любить и быть любимым. Вот эта молодость. Все это у вас есть? Есть. А вам не скучно на пенсии? Вы что? О, какая скупка. Мне радостно, мне весело, мне свое творчество. Театральная студия Мельпомена. Мы выступаем. Я со своей студией здесь выступали разу пять в Айлите. У меня грамоты есть, у меня дипломы есть. Выступали в санаториях. Там тоже людям нравилось, потому что самое главное – выступить и видеть в глазах радость зрителей. И вот это меня вдохновляет на это творчество. Как я могу скучать? Творчество, гимнастика. У меня своя гимнастика еще. Вы дома занимаетесь тоже? Занимаюсь. Бодифлекс, ходьба. А ходить надо не менее одного часа в день. И это 3-5 километров. Это система должна быть. Тогда помогаю. Скажите, а кто вы по образованию? Преподаватель русского языка и литературы. И физрук. У меня два диплома. Пример очень заразителен в моей семье. Моя младшая дочь тоже занимается велоспортом, теннисом, балетом. Бегает 6 километров от 6 до 10. Кроме того, она была инженер-модельер, а теперь она стала диетологом по питанию. А старшая дочь у меня архитектор. Я бы хотела всем пожелать движение «Зарядка», «Спорт», «Бег», «Ходьба». Это дает силу, молодость и радость в душе. А радость – это счастье. Такое счастье обрела однажды и Аида Владимировна. В Сочи она переехала из Владивостока из-за проблем со здоровьем 12 лет назад. А сегодня признается… За Владивостоком не скучаю, потому что Сочи – это стал мой родной город. Пять лет назад я в органном зале познакомилась с Людмилой Александровной. Она меня пригласила вот в эту группу здоровья. И я уже здесь занимаюсь пять лет. Вы знаете, за пять лет, ну, мы зимой занимаемся в этом зале кинотеатра «Элита». Летом мы занимаемся на спортивной площадке пансионата «Эдем». Вы знаете, после зарядки мы плаванием занимаемся, ходьбой. Это чудесно. Чудесно от того, что хочется жить, хочется улыбаться, хочется радоваться жизни, хочется быть благодарным тем людям, которые о нас заботятся, которые занимаются нами здесь зарядкой, которые предоставлены вот такие помещения, залы, спортивные площадки. Вообще в Сочи, вот вы знаете, меня радует, что есть такие тропы здоровья, есть места, где можно заниматься спортом. Это самое главное. Кстати, группа здоровья участвует практически во всех мероприятиях и акциях проекта «Активное долголетие». Мы ходили 10 тысяч шагов и не один раз. Перед этим делали зарядку вместе со всеми. Потом мы участвовали в акции, когда проходил День физкультурника, вся наша группа выступала в хосте около кинотеатра «Лучик». Мы показывали тоже мастер-класс. За нами повторяла эта огромная аудитория, там тысячная, по-моему. Мы участвовали в скандинавской ходьбе, брали палочки. В рамках программы «Активное долголетие» еще существует культурная программа. Вам довелось статье участвовать? Довелось нам участвовать. Мы участвовали в концертах, в различных акциях, которые проводили в городе. Например, в филармонии, в органном зале, в театре. Мы были в музее. Так что сразу все не вспомнишь, но участвует наша группа всегда. Пожелание всем, кто вас слышит. Дорогие мои сочинцы, самое лучшее – это заниматься зарядкой. Приходите к нам сюда. Мы с удовольствием вас приняты в наши ряды. Вам здесь понравится. Кто сюда приходит, уже не уходит от нас. Вот и Эйда Владимировна пришла и осталась, ни разу не пожалев об этом. И сегодня, говорит она, благодаря своему любимому Сочи и группе здоровья… Так восстановила здоровье, что у меня… Я до сих пор в море купаюсь. Потом я в этом году сделала диагностику, и у меня показания минус 26 лет. Ох, ничего себе! А на какой возраст вы-то себя сами ощущаете? Ой, вы знаете, откровенно говоря, я чувствую себя здоровее и моложе, чем было раньше, когда мне было 40-50 лет. Я двигаюсь. Мы не сидим… Вот наша группа, важно, что она не сидит на лавочках возле дома, а двигается, постоянно двигается. Мы используем все эти возможности, которые предоставили нам руководство. И вы знаете, хочется, хочется именно быть молодой, спортивной. Вот посмотрите, у нас все бабушки, которые гибкие, стройные и… Ну какие же это бабушки? Разве это бабушки? Нет бабушек! Нет бабушек! Вот действительно, мы чувствуем молодость. Вот слышите голос из зала? Нет бабушек! Нет бабушек, да. Мы молодые, и хочется, чтобы все в Сочи использовали этот момент. Чтобы приходили к нам в группу здоровья. Вот хочется пригласить. Приходите к нам в группу здоровья. Вы начинайте день с победой над своей ленью. Вставайте пораньше, идите на море, купайтесь летом, зимой. Делайте обязательно зарядку. Вот я раньше не делала зарядку, поэтому и упадок был в здоровье. Сейчас я чувствую себя намного моложе, чем была раньше. Ну и являюсь примером для своих внуков. У меня трое внуков и родился правнук в Владивостоке. Вот. Ну и вы знаете, они берут, они смотрят, что у меня здоровье гораздо лучше, чем у них. У меня внучка сейчас стала делать гимнастику. Раньше она занимается танцами. Ну и еще творчество. Вот вы знаете, хочется действительно петь. Я стала ходить сюда, в Элиту, на хор, потому что действительно хочется радоваться, улыбаться и петь. И хочу, чтобы всем людям было так же весело и хорошо и радостно жить. Ну, Коля, так. Давайте что-нибудь споем для наших зрителей. Ни мороз мне не страшен, ни жара, удивляются даже доктора. Почему я не болею, почему я здоровее всех ребят из нашего двора? Потому что утром рано, заниматься мне гимнастикой не лень. Потому что водой из-под крана обливаюсь я каждый день. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!